Молекулярные шопероны Мы состоим из белков, наши клетки состоят из белков, наши клетки регулируются белками, и действительно акторы живой жизни – это белки. Но для того, чтобы белки были функционально активны, необходимо, чтобы они имели правильную конформацию. А вот это обеспечивает систему клеточного протеостаза. И молекулярные шопероны являются очень важной системой этого противоопухолевого, этого клеточного гомеостаза. По определению, молекулярные шопероны – это такие белки, класс таких белков, которые обеспечивают правильную укладку, правильную конформацию клеточных белков, правильное формирование надмолекулярных комплексов, не являясь сами участниками этих комплексов. Молекулярных шоперонов много, многие из них являются белками теплового шока, и вот те белки, которые индуцируются в ответ на стресс, регулируются одинаковым образом. У всех генов белков теплового шока на промоторной области присутствует последовательность специфическая к транскрипционному фактору HSEF1, который активируется и переходит в ядро, триммеризируясь, и таким образом активирует экспрессию белков теплового шока. Какое отношение это имеет к онкологии? Дело в том, что огромный процент опухолей разного гистогенеза, клетки огромного числа опухолей, несут высокий уровень молекулярных шоперонов, в частности, СП-70. И это имеет последствия. Такие клетки лучше пролиферируют, такие клетки более охотно уходят в метастазирование, что, в общем, может быть так, а может быть не так, но по литературным данным это так. И такие клетки абсолютно точно более резистентны к противоопухолевой терапии. Ну вот совершенно логично представляется то, что если клетки резистентны к противоопухолевой терапии благодаря высокой экспрессии молекулярных шоперонов, то их надо ингибировать. И мы вступили на этот путь. И действительно, как бы в течение последних пяти лет занимались поиском малых молекул, которые могли бы либо нарушить шоперонную активность СП-70, либо уменьшить его экспрессию. И нам удалось, я расскажу вам о двух молекулах. Это производная колхицина, которая имеет сайты взаимодействия на молекуле белка СП-70. То есть она нарушает шоперонную функцию белка. И молекула кардиналида, относящаяся к классу кардиналидов, которая нарушает синтез белков теплового шока. Причем, что очень приятно, она нарушает синтез не только СП-70, но и СП-90, и СП-40. И, я думаю, всяких других шоперонов, если бы мы их проверили. Но такие антитела у нас были, а других антител у нас не было. И это оказалось достаточно эффективно, по крайней мере, на клеточном уровне. Вот все вот эти голубые линии – это сочетанное действие, а розовые линии – это действие одного цитостатика, доксурабицина в данном случае. То есть действительно получается, что клетки умирают лучше. Ну да, и вот наиболее яркие данные были получены с кардиналидом, который понижает синтез белков теплового шока. И что очень приятно, он понижает синтез белков теплового шока в достаточно большом ранге опухолей. И вот если посмотреть на эти графики, это сочетанное действие с этапозидом и цисплатином, этого кардиналида. И вот особенно ярко это выглядит на примере цисплатина. То есть цисплатин в небольшой концентрации вообще неэффективен. То есть он даже усиливает пролиферацию опухолевых клеток. Это зеленая кривая. Но если мы применяем его совместно с кардиналидом, то вот это все идет вот так. Вот голубая – это максимальная концентрация кардиналида. То есть популяция клеток убивается практически в ноль. Если мы посмотрим на максимальную концентрацию цисплатина, то она, в общем, становится эффективной, но не так эффективной, как это происходит, будучи в сочетании с кардиналидом. И вот что очень важно, что концентрация 5 микромолей, то есть минимальная концентрация цисплатина в присутствии вот этого ингибитора, она становится более эффективной, чем концентрация 50 микромолей. То есть можно применять пониженную концентрацию цитостатика, которая вызывает большие побочные эффекты, и, в общем, избегать побочных эффектов, но без потери эффективности. Таким образом, значит, можно сделать короткий вывод о том, что независимо от того, каким образом мы подавляем деятельность ХСП-70, либо ингибируя его функции, либо ингибируя его синтез, это все равно достаточно эффективно, и таким образом, значит, можно, не теряя эффективности, понизить долю противоопухолевого лекарства. Но есть другая сторона с ХСП-70. Дело в том, что он присутствует не только в клетке, он может присутствовать и за ее пределами. Здесь представлена галерея ученых, которая, значит, долго билась с догмой о том, что ХСП-70 – это внутриклеточный белок, и в конце концов это доказало. Я не буду их перечислять из-за недостатка времени. Но суть заключается в том, что ХСП-70 может оказаться на поверхность, и из опухолевой клетки его может выгнать огромное количество факторов, то есть может обеспечить его релиз из клеток. И один из лучших факторов, и более эффективных факторов оказался экстраклеточный ХСП-70, то есть рекомендантный препарат белка ХСП-70. Тогда же, когда мы проводили все эти исследования, мы придумали вот такую парадигму, согласно которой, если мы вводим ХСП-70 в опухолевый очаг или в культуру опухолевых клеток, он может заходить внутрь клеток и выталкивать свой собственный шоперон либо на поверхность опухолевой клетки, либо во вне клеточное пространство. Тот шоперон, который находится на поверхности, он делает клетку привлекательной для натуральных киллеров, клеток врожденной иммунной системы, и они соединяются с иммунной клеткой через рецепторные взаимодействия и выпускают Грензайм-Б, что приводит к клетку капаптозу. С другой стороны, тот белок, который выходит во вне клеточное пространство, он выходит не один, а с теми шоперонированными клиентскими белками, которые были объектом его действия в момент выталкивания. И когда какой-то пептид связан с ХСП-70, он становится более понятен антигенопрезентирующим клеткам. И антигенопрезентирующая клетка осуществляет процессинг, представляет антиген, активирует CD8-положительные клетки, клетки специфического иммунитета, те уже прицельно находят опухолевую клетку, соединяются с ней, выпускают перфорин, и опухолевая клетка снова погибает. Я приведу несколько примеров, насколько эффективен сам ХСП-70, препарат ХСП-70. Вот здесь мы мазали гелем, который содержит в ХСП-70, бачок опухолей мышей, которым были введены клетки В-16. И, как видите, разница довольно приличная по количеству мышей, которые выжили ко дню Ч. В научном виде это выглядит так, то есть опухоль была гораздо меньше, мыши жили дольше. Такая же ситуация была с глиобластомой. Мы вводили опухолевые клетки в мозг животным, а потом через ту же дырочку, через которую вводили клетки, вводили ХСП-70 один раз. Или в течение нескольких дней с помощью помпы. И вот посмотрите, как животные жили. То есть единая доза увеличила их, продолжительность их жизни на 10 дней, а трехдневная на 20. Но в этой схеме есть некоторые все-таки непонятности. Во-первых, в последнее время, за 20-м году вышло сразу несколько работ, которые утверждают, что ХСП-70 выходит из опухолевых клеток исключительно в составе внеклеточных визикул или экзосом. И тогда это все отменяется. Получается вот эта история, она отменяется. Но тогда, значит, мы решили все-таки выяснить, в чем дело. Ну, сначала о том, что такое внеклеточные визикулы. Это частицы, которые высвобождаются клетками, которые имеют размер в пределах от 30 до 1000 нанометров. Они окружены двуслойной фосфолипидной мембраной и не способны к репликации. Внеклеточные визикулы можно разделить на три разных класса. Это экзосомы, собственно, микровизикулы или эктосомы и апоптические тельца. Экзосомы – это продукт эндоцитоза, микровизикулы – продукт выпященной плазматической мембраны, апоптические тельца – это просто продукт прагментации клеток в процессе апоптоза. Экзосомы и микровизикулы перекрываются по размеру и имеют общие маркеры. Это CD63, CD9, CD81 и HSP70. Вообще, когда говорят об опухолевых экзосомах, говорят о них как вообще инфернальных таких частицах. И действительно, они могут усиливать опухолевую прогрессию, способствовать метастазированию, способствовать устойчивости клеток к химиотерапии. И даже, если вы посмотрите сюда внимательно, они даже могут инициировать опухоль. Хотелось бы узнать, как. Что касается экзосом, которые, ну, частиц, да, визикулы, которые несут HSP70, то тут тоже очень сильно расходятся мнения ученых, да. То есть есть группа работ, которая показывает проопухолевую роль HSP70, несущих визикул. И есть группа работ, которая показывает напротив противоопухолевую роль. И оба, как бы, они говорят о том, что HSP70 либо подавляет иммунитет, либо, наоборот, его возбуждает противоопухолевый иммунитет. Ну, чтобы понять, мы, как бы, решили сделать это все сами, кто из них прав. И мы выделили экзосомы. Ну, экзосомы, надо говорить вообще визикулы, экстраклиточные визикулы. Так нам велит, говорит международное общество по клиточным визикулам. Иначе она нас ругает. Это нельзя говорить, что это экзосома, но я все равно буду. Вот. И мы выяснили, что это экзосома, ну, как бы, все-таки, вне клеточные визикулы, потому что у них был такой гомогенный размер. Они несли 63 маркер и несли маркер OCD9. И вот мы, значит, внесли вот экзосомы, которые мы собрали с контрольных клеток, из клеток, которые были инкубированы с HSP70, и смешали их с опухолевыми клетками в момент введения их в животном. И 19 дней мы ничего не делали. Через 19 дней мы вывели животных, и мы посмотрели на размер их опухоли, и оказалось, что те животные, которые получили как бы опухолевые клетки вместе с экзосомами с высоким уровнем HSP70, были гораздо меньше. Это было немножко удивительно, потому что в культуре никакой разницы в росте мы не видели. Тогда мы измерили эти опухоли, оказалось, что они действительно в два раза меньше, и мыши жили действительно сильно дольше. И мы подумали, что меланома – это все-таки опухоль, которая легко поддается иммунотерапии. Давайте посмотрим, как это будет происходить на тоже очень агрессивные опухоли, но колоректального рака. И мы посмотрели, и та же самая ситуация. Клетки растут также, то есть экзосомы никак не влияют на их рост, а опухоли растут гораздо медленнее. И кулитакт – это означает, в дело вмешивается иммунная система. И мы действительно это проверили. Мы проверили лимфоциты, которые мы выделили из этих животных. И оказалось, что те животные, у которых были экзосомы с HSP70, имели гораздо больше CD8 лимфоцитов, чем контрольные животные. И цитотоксическая сила этих CD8 лимфоцитов тоже была значительно выше. Здесь можно видеть, что они тоже убивают популяцию опухолевых клеток в ноль. Особенно хорошо это видно на сети 26. Ну и уровень цитотокинов тоже отличался. То есть проопухолевый цитотокин, тролекин-10 у них падал. А про воспалительные цитотокины, ТНФ-альфа и интерферон-гамма, напротив, возрастали. Так, здесь какая-то ерунда. А у меня пропали слайды. А, да, у голых мышей все по-другому. То есть для того, чтобы проверить, насколько это все работает. Ну, то есть насколько важен CD8+, ответ. Вот мы использовали голых мышей, и оказалось, что у них нет никакой разницы. Опухоли растут. То есть, бей растут как раз. Никакой разницы в цитотоксической силе лимфоцитов, никакой разницы в экспрессии цитотокинов проопухолевых и противоопухолевых. И мы можем сделать вывод, что экзосомы, которые несут час по 70 в высокой концентрации, замедляют рост опухолей. Меланома B16 и клоректальные карциномы благодаря активации специфического противоопухолевого иммунитета. И вы спросите, почему это происходит. На самом деле экзосомы, они ведь несут огромное количество молекул, как бы биологически активных. Это белки, это кусочки ДНК, и это, главное, микро-РНК, то есть элимеры, о которых все только и говорят. И вот то, что мы сделали. Мы взяли клетки А549, нормальные, с пониженным уровнем HSP-70. Выделили из них экзосомы, где тоже HSP-70 было гораздо меньше. И провели РНСЕК. И оказалось, что не в 2, не в 3, не в 4, не в 5, а в 5 тысяч, в 4 тысячи раз экспрессия некоторых миров была выше в клетках с пониженным HSP-70. И когда мы провели литературный анализ, оказалось, что эти экзосомы все проопухолевые. Вот эти все миры, они обладают проопухолевой ролью. Таким образом, у нас закралось подозрение, что, наверное, HSP-70 осуществляет какой-то сортинг миров, выходя из опухолевой клетки. Но вот над этим вопросом мы сейчас работаем, чтобы понять, так это или нет. И вы, конечно, меня спросите, да? Вот вы нас путаете. С одной стороны, вы говорите, что надо понижать HSP-70 в клетках, и тогда будет эффективна терапия. А с другой стороны, вы говорите, что надо добавлять его. Так вот, сравните две вот эти самые картинки. Это продолжительность жизни животных при сочетанной терапии, а это продолжительность жизни животных при монотерапии. Мне кажется, что то, что справа, оно немножко эффективнее. То есть иммунотерапия с помощью HSP-70 она достаточно эффективна и вообще может рассматриваться сама по себе. Ну и на этом позвольте мне закончить. Это лаборатория, в которой это все было сделано. И большое спасибо за внимание. Буду рада вопросам. Продолжение следует...